Мы всё время разорваны между двумя такими центрами силы внутри нашей психики. Одно из которых она называет «я реальное», второе «я идеальное». Есть прекрасная аналогия, когда в Инстаграме публикуются «идеальное я», за которым стоит «реальное я». «Я идеальное» – это то, каким мы хотим быть. «Я реальное» – это то, что мы про себя думаем. И, по мнению Хорни, мы испытываем ненависть к этому «я реальному». Мы себе не нравимся. В самом деле только мы знаем о наших слабостях, о наших пороках, о наших поступках, которые, может быть, вызывают у нас чувство вины, стыда, неловкости. И получается, что есть образ, который я презентую, к которому я стремлюсь, и есть тот образ, который, собственно говоря, прячется. И это прячемое Хорни считает нашим реальным «я». Очень важно понять, что если я внутри самого себя образую вот такую сущность с негативными, отрицательными качествами, которой я сам стыжусь, которую я не готов предъявить миру, которая вызывает у меня чувство неловкости за то, что я такой, он знает, какой я на самом деле. Какое-то странное ощущение, что там что-то такое вот прямо ужасное. И сам факт вот этого вытеснения, потому что чем больше мы это как бы от себя прячем, ненавидимую часть себя, тем в этом смысле она более угрожающе оттуда смотрит, и тем более значимым становится поддержание вот этого образа.